У нас есть Юрий Юрьевич Болдырев, тоже бывший член Совета Федерации. Юрий Юрьевич, добрый вечер, слушайте нас. Добрый вечер, я, правда, не в курсе. Насколько правдоподобное вам кажется обвинение в адрес Никиты Белых, такой у нас простой вопрос к вам. Сейчас несколько арестованных губернаторов, бывших их замов. Это компанейщины, по-вашему, или это целенаправленная борьба Кремля с коррупцией? Вы знаете, если честно, меня больше интересует другой процесс. 10 числа должно быть вынесено решение по делу Мохин-Барабаш-Парфенов-Стоколов. Вот там люди точно ничего не воровали, точно никого не убивали, не собирались убивать, никакого экстремизма в их действиях не было. Они выступают за то, чтобы был референт о внедрении механизма на ответственности власти. Каков механизм, другой вопрос. Но вот эти люди уже два года под судом, и вот 10 числа, два года под следствием, два года все за раздумки, да? Вот, видите, 10 числа должен быть приговор. Вот такие дела, честно говоря, меня интересует больше. А что касается губернаторов? Ну, сейчас же вертикаль. Поэтому это внутренние разборки внутри власти, каких-то особо сверхсвободолюбивост губернаторов, я, честно говоря, в внешней системе не встречал. Поэтому, честно говоря, дела с ними у меня мало. А кто это Парфенов и Шоколов? Напомните нам... Дела с теми людьми, которые выступают за переустройство этой системы. Вот за эти люди я борел. Да, вот напомните, что это за дело тут Парфенов и Шоколов-то? Не все наши радиослушатели знают. А, это очень показательное дело. Они создали организацию армии воли народа, которая была запрещена за экстремизм. Правильно или нет, другой вопрос. Но самое главное, что они ждали другую организацию. И в рамках этой другой организации они выступают за проведение общенародного референдума о создании механизма ответственности власти перед народом. Ну, у них как бы такой экзотический механизм, что во время всех выборов люди еще голосуют за эту хорошую... Хорошо ли работала предыдущая власть? Или плохо? То есть не просто ее сменяют, а еще если там люди критически жестко отнесутся к деятельности предшествующей власти, то, в общем, она должна идти под суд и так далее. Правильно или нет, другой вопрос. Но это не должно быть под судным делом. А этим людям шьют экстремизм. И их обвиняют в том, что под видом новой организации, которая называется ЗОВ, они якобы продолжили деятельность старой запрещенной экстремистской организации. И вот на этом основании уже два года они провели в тюрьме. Ну, кстати, один из них известный человек, он был переспондентом РБК, Александр Соколов. Вот. Он расследовал дела по... Он написал диссертацию, в которой показал, как механизм госкорпорации используется не для развития, а для значительных средств разграбления страны. И сумел даже защитить эту диссертацию. И вот этот человек один из тех, что вот сейчас, 50 числа, должно быть принято решение. Значит, еще раз я хочу сказать, что вот эти люди точно не давали, не брали вообще бесконечно в стороне от меркантильной стороны вот такой жизни. Они за переустройство общества. Их душат, давят, это все видимо. Я так понял, что они тоже борцы с коррупцией. Правильно я вас понял? Ну, в значительной степени да, но только это, скажем так, это борьба за переустройство механизмов отношения общества и власти. То есть не частный случай украл, там хватайте, а создание механизма ответственности. Того или другого, и третьего, это можно спорить. Но они бьются за создание механизма ответственности власти перед народом. За это их судя, за это их похоже, а спидится. Десятого числа должен быть приговор. Мне кажется, что они, по-моему, входят в список политзаключенных, общественный мемориал, мне кажется. Это я не в курсе, но я знаю, что многие люди приходили изучать, потому что я приходил, выступал на суде. Многие другие известные люди, да? Это случай действительно, с моей точки зрения, абсолютно необоснованных политических преследований, показательных, что другим было не повадок. И с какой выборами что-нибудь в России сейчас уже изменить или уже поздно? Тысячный раз приходится повторять. По Клаузиевцу. Никто никогда заранее не знает исхода никакой битвы. То есть в битву надо вступать, надо сражаться. Вот. Каждый знает, за что он сражается. О чем все закончится, никто заранее не знает. Значит, рассматривать выборы как исключительно волшебную палочку, вот сейчас либо все, либо ничего, это, конечно, можно только с карьерной точки зрения, лично карьерной. А с точки зрения политической борьбы, выборы – важный элемент общей баталии. И какую роль сыграют те или иные выборы в общей баталии, опять же, никто заранее не знает. Вплоть до того, что, может быть, какой-то яркий лидер избраться не сумеет, но сумеет заранить какие-то семена в души каких-то людей, которые завтра переустроят мир радикально. То есть, еще раз, что сработает, мы не знаем, но в этом надо участвовать в той или иной форме, в той форме, в которой каждый считается для себя необходимым. – Наполеон, в то время, говорю, главное втянуться в битву, а дальше уже посмотрим. У вас такой принцип, да, Юрий Юрьевич? – Ну, с точки зрения мировоззренческой, во-первых, да, во-вторых, опять же, бывают разные ситуации, когда нужно не дать втянуть себя в битву, которая завидован прозрит, что ее неправильно. Это, конечно, оценивает ситуацию на месте. – Юрий Юрьевич, вы коренной петербуржец. Как по-вашему, насколько достоверно сведение, что организаторы взрывов в Петербургском метро их пытают в подмосковных тюрьмах? – Вы нашли такой вопрос, на который я точно ничего сказать внятно не могу. Он просто бесконечно далек от власти, уже давно. Соответственно, как она устроена, если у нее какие-то не было секретные тюрьмы, разумеется, знать не могу. Я единственное, что могу сказать, у меня всегда был очень простой критерий. Вот есть вопросы сложные, все, что связано с секретными операциями, может быть, с секретными тюрьмами, гостайной и так далее. Есть вопросы простые. Бюджет, внешнеэкономические сделки и так далее. Не бывает такого, что вот в этих простых, активных вопросах все совсем из рук, он плохо, а вот там, где гостайна и так далее, там все замечательно. То есть по тому, как транжирятся государственные деньги налево-направо, бесконтрольно, за это всерьез по-крупному никто не отвечает. Я имею в виду не на региальное нужно, а на федераль по-крупному. Там те же, там, по-дамски, афтеры и так далее, ведь никто за это не отвечает. Вот сомнительные сделки госкорпораций, за все, что накопал тот же Александр Соколов в своей диссертации по деятельности госкорпорации, за Роснана, за Сколкова, никто всерьез не отвечает. И вот не бывает такого, что в этой сфере было все из рук, он плохо, а в сфере деликатной, связанной с правами человека, с военными операциями, с секретной операцией, далее было все идеально. Вот, к сожалению, единственное, что остается предположить, что там, к сожалению, ситуация может быть еще значительно хуже. Но как хуже, где конкретно, в чем, я этого ничего точно не знаю.